Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Поймала себя на мысли, что Бога я не люблю. Я его либо боюсь, либо что-то от него хочу, либо уважаю и испытываю к нему благокую благодарность. А когда возникают серьезные проблемы в жизни, то даже злюсь на Бога, хотя я понимаю, что это грех. Теперь поняла, что проблема в моей нелюбви. А как на самом деле научиться любить Бога, если нет этой любви? Как быть верным до смерти, если хочешь этого, но не можешь? Какой прекрасный, удивительный вопрос. Спасибо за него большое. Когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь, он сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою, всем разумением твоим. Все есть первая наибольшая заповедь». А у Иоанна Богослова есть такие слова. Он говорит, «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь, «Чтоб любящий Бога любил и брата своего». Действительно, отношение человека с Богом – это отношение любви. И прежде всего, и это безусловно до того, научились мы этому или не научились, это отношение любви Бога к нам. Как говорит апостол Павел в послании к римлянам, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, пока мы были еще грешниками. Но дорасти, до ответной любви, похожей на любовь Божию, очень трудно. Мы хотим этого, мы пытаемся, мы понимаем, что это нужно. У нас не получается. Действительно, мы от Бога что-то требуем, мы не согласны с Ним. И в книге-притче Соломоновых, в 19 главе, есть удивительные слова «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». Господи, почему ты не делаешь так, как я тебя прошу? Вот я молюсь, молюсь, а ты не слышишь. Почему? Пока мы действительно пытаемся получить от Бога то, что мы считаем нужным и считаем, что мы лучше знаем, чем Бог, что нам нужно, это еще не любовь, это начало этой любви, это путь. Когда человек меняется ради Господа, кается, работает над собой, трудится, это начало этого пути. Но до этой совершенной любви еще очень долго. Но мы должны понять такую вещь, что любовь — это не чувство. Любовь — это направленность воли на кого-то другого. Это действие служения другому человеку. Вот поэтому настоящая любовь, например, к жене, она не может никуда деться, если человек праведен и идет праведным путем перед Господом. Потому что его воля не будет никогда направлена на другую женщину, как на женщину. Поэтому он не скажет «вдруг я полюбил другую». Для этого нет возможности, если воля направлена на ту, которую он полюбил когда-то и продолжает любить все время. Так же точно и с Господом. Если воля твоя направлена на служение Господу, то ты понимаешь слова Господа нашего Иисуса Христа «Любящий меня заповеди мои соблюдет». Вот получается, что из тех слов, которые мы даже сегодня слышали, есть два пути. Первый — это соблюдение заповедей. И через это происходит возрастание в любви к Господу. А вторая — это любовь к ближнему, что очень часто и почти всегда и есть соблюдение этих заповедей. То есть, когда ты творишь дела любви по отношению к ближнему, ты совершенствуешься в любви Божией. И рано или поздно ты будешь любить Бога просто так, ни за что, ни для чего-то, ни почему-то, ни что-то получая или не получая, а просто потому что ты его любишь. Интересно, что святые отцы оставили нам такую заповедь, одну, древние святые отцы. По-моему, если я не ошибаюсь, это Блаженного Августина такие слова. Он говорит «Люби Бога и делай, что хочешь». Потому что действительно в двух заповедях о любви к Богу и к ближнему, как говорит Христос, весь закон и пророки. Если ты любишь Бога, ты неизбежно любишь его образ, его икону ближнего. Если ты любишь Бога и ближнего, ты никогда не нарушишь заповеди Божии, не причинишь зла ближнему. И тебе даже не надо рассказывать, что можно, а что нельзя. Закон детализирован и расписан всегда для человека, который не чувствует правды и любви. Вот совершенно не нужен даже закон о том, что нельзя воровать человеку, который в принципе никогда не ворует. И как нельзя воровать? Если человеку, допустим, человек своровал что-то с помощью каких-то карт кредитных, какой-то новой схемы. Он говорит «А где в законе сказано, что этого нельзя?» Вот недавно один наш молодой прихожанец сказал батюшка «А где в законе написано, что нельзя употреблять наркотики или долго играть в компьютерные игры?» «Покажите мне это в Библии». Но если ты любишь Бога, ты помнишь его слова о том, что «все мне позволено, ничто не должно обладать мною». И даже какие-то новые явления, которые, конечно, не могли даже предвидеться библейскими авторами, которые писали тысячелетия назад, ты все равно поймешь, что принципы остаются все те же самые. И если ты любишь Бога, ты любишь молитву. Если ты любишь молитву, ты понимаешь, что компьютерная игра, если ее чрезмерно в твоей жизни, она лишает тебя этой молитвы. Или ты молишься, или ты смотришь постоянно телевизор и играешь. Или ты молишься, или ты пьешь. Или у тебя любимая жена и счастливые дети. Или у тебя водка в жизни и наркотики. Это несовместимо, ты это понимаешь. И ты не делаешь того, что лишает тебя любви и счастья с любимыми, с Богом и с любимыми людьми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.